В год 75-й годовщины Великой Победы Ивану Ермолаеву из Ядрины исполняется 101 год. Войну он встретил в белорусском Гродно, а закончил в немецком Хемнице. Воспоминания слушала наша съемочная группа. Западная граница Белоруссии, город Гродно. Его немецкие войска захватили в первый же день Великой Отечественной. Так началась война для Ивана Васильевича Ермолаева. 20-летнего юношу, который мечтал работать с животными, забрали в армию с 4-го курса в Урнарского зооведтехникума. Еще в 1939-м. В 41-м он был уже старшиной батареи артиллерийского полка. Ветеран вспоминает, накануне постоянно звучал сигнал учебной тревоги. И в роковую ночь он не сразу поверил, что все по-настоящему. В 43-м молодой боец, которому удалось выжить при контрударе немцев под Гродно, уже участвовал в Курской битве. Великое сражение, которое длилось 49 суток, стало переломным моментом Великой Отечественной. Вот вели фашистов под Курска. Долго пришлось воевать, но они думали, что с надо. Вот он все. Но однако мы уже раз подготовились, я же говорю, подготовились так крепко. Вот три этажа армии, мы командовали Жуков, Рокоссовский, освободили и пошли дальше до границы. По своей границе прогнали фашиста. В День Победы война для Ивана Васильевича не окончилась. Демобилизовался и вернулся к мирной жизни он только в мае 1946-го. А в родную Чувашу приехал в 50-х. Здесь на родине смог наконец заняться делом, которое выбрал в юности. Стал зоотехником и всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. На пенсию вышел директором Ядринского маслосырозавода. Воспитал сына и дочь. Ольга Пырочкина, Алексей Зотиков, Валерий Рязюков, Республика.